уголочек садовода рад приветствовать всех своих друзей подписчиков и просто людей сегодня мы чего смотрим что делаем мы сажаем рассаду вот решили рассказать какую землю мы берем это мы заготовили я уже собираюсь сажать тут у вас тут у нас 4 да там еще один и это еще не конец такой у вас черноземчик это откуда такой берете мы берем покажем мешочек мешочек покажем пойдем и вот это чудо это не реклама да это опять же просто мы в цели да у нас просто все спрошу просто да мы сейчас объясним почему мы используем один из самых дорогих грунтов значит это у нас что здесь входит торф ну комплексное какое-то удобрение удобрение известняк чтобы не закисленным было разрыхлитель значит там естественно идет органического вещества очень много это в принципе полезно учитывая что мы используем потом бактерии но и также идут все необходимые микроэлементы грунт мы такой используем потому что он недорогой выходит а по составу как по составу ну все неплохо есть грунт и намного лучше дороже почему мы используем есть с биогумусом уже внутри мы используем именно такой потому что мы считаем что для развития растения начальном этапе когда он сходит ему нужно много питательных веществ и для того чтобы он развивал больше корневой системы вот но при необходимости мы добавляем а где такой где-то мы такой это не природным земледелем у нас такой тоже есть магазинчик неплохой там много чего продается вот это мы покупали сразу такой вот большой 25 лет вообще много где уже продается биогумус это я по-моему не какая-то диковинка экзотика это сейчас уже много для малограмотных можно было что такое это кислотность и какой это нормально это нормально так и надо ориентируйте здесь какой город примерно не знаете не видели тут вообще на этом на казахском я думаю у нас а вот фабрика грунтов икатеринбург икатеринбург тоже он ниже да вот просто у меня тут он открыт и я уже такой покажите это вот то что вы видели черный я сюда ничего не добавляла в прошлом году я добавляла кокосовый субстрат и в идеале вообще добавлять как рекомендуют 1 3 это основа вот этого грунта 1 3 биогумус и 1 3 кокосовый субстрат но в этом году кокосовый субстрат нам не удалось купить и биогумус мы практически не добавляем потому что мы добавляем потом его при пикировке когда растение уже начинает как раз таки набирать зеленую массу необходимо ему действительно питательных веществ намного больше а что такое у вас есть время много чего помогать да пока у нас идем дальше пойдемте покажем что мы посадили 9 дней назад так у нас тут под питерской люмикой лампой для рассады люмика очень хорошая мы стараемся под ней выращивать либо самые ценные сорта либо те которые только начинают еще развиваться вот здесь у нас растет в таком же грунте но тут я чуть-чуть добавила биогумуса сегодня будет без биогумуса но буквально три ложки на вот это здорово значит здесь у нас растут сорта высокорослые поэтому у них достаточно высокие ножки вот с этой стороны подписаны там медовые капли это кстати черри такой хорошенький то есть передам вы подписываете да 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 вот еще мы ставим вот такие вот бывает чипульки да но это это эксперимент первый год ставили обычно так подписан на мой взгляд удобно вот значит вот эти немного вытянулись потому что видите им очень тесно тут надо их быстренько распикировать или же прорвать если не успеем распикировать вот эти кстати даже не сильно вытянулись то есть в принципе если мы их сейчас разряжать будем а мы их обязательно разрядим сегодня они пойдут очень даже активно развитие свое продолжить и они нет должны вытянуться это томатики все это все наши 10 дней назад да это вот мы сажали 14.03 подписано сегодня у нас 23.03 то есть прошло девять дней и достаточно хорошо развиваются они на второй же день на третий уже начали всходить поэтому три дня мы держали под лампами не выключая то есть когда появляется петелечка да такой еще фокус когда только появляются первые петельки мы оставляем лампу включен на три дня не выключаем для того чтобы у растений интенсивно развивалась корневая система и она не вытягивалась вот вот так вот нам кажется что это в принципе удачная лампа удачные условия да при этом мы еще открывали форточки на ночь и чтобы было прохладно опять же чтобы растения не вытягивались ну и в общем вот будем дальше следить как они будут развиваться сейчас пойдем сажать хорошо пойдемте хорошо пойдемте хорошо пойдемте вращайтесь с любовью для вашего здоровья для вашего здоровья спасибо большое до свидания до свидания